Кондитерский цех, которым руководит Анжела Калаева, в течение нескольких месяцев находится в постоянном поиске сахара для своей работы. Раньше его они покупали у проверенных поставщиков. Цена за килограмм тоже была приемлемой, примерно 400 тенге. Сейчас налаженные связи нарушились. Сейчас мы вынуждены закупать у, так скажем, спекулянтов на складской, на базаре, то есть там, где мы найдем. Потому что у нас действительно нет сахара в Кустанай в свободном доступе. Если ранее мы могли заказывать у поставщика с доставкой, сразу к нам привозили сахар на производство, то теперь мы его ищем. У нас ежедневный квест найти сахар. Как только находим, сравниваем цены, где немножко дешевле берем. Стоимость сахара доходила до 900 тенге. Такая цена на сахар однозначно, отмечает Анжела Калаева, отражается на стоимости их продукции. Чтобы сделать ее дешевле, здесь решились на изменение части рецептуры тортов и пирожных, то есть уменьшили в них содержание сахара. Для нас это очень тяжелая ситуация. Мы вот на грани, когда мы можем работать и зарабатывать. Сейчас мы практически не зарабатываем, потому что не только сахар подорожал, но и все сахаросодержащие продукты. Например, сгущенное молоко, джемы, конфитюры всякие кондитерские. То есть все абсолютно подорожало. Вот, такова ситуация. Что будет дальше, мы не знаем. Торты на кустанайских прилавках и правда стали дороже. Причем их стоимость подскочила на некоторые виды почти в половину. Анжела Калаева подчеркивает, что кондитеры понимают, что если торты вновь вырастут в цене, то люди откажутся их покупать. Поэтому надеются, что когда Российская Федерация разрешит экспорт сахара, ситуация стабилизируется. Ведь покупательская способность напрямую зависит от того, насколько пирожные и торты доступны людям. Напомним, что Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа 2022 года. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН.